Здравствуйте! Я Лариса Худеева, в эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки! У нас сегодня жених Заморский из Тель-Авива, а за невестами к нам прилетел специально. А бороться за него будут Юлия из Мюнхена, Евгения из Москвы и Ксения из Ростова-на-Дону. Ну, давайте сначала на жениха посмотрим. Добрый день! Я рад находиться здесь. Меня зовут Макс. Не так давно я ощутил желание перемен в жизни, и поэтому я здесь. Меня поддерживает сегодня Катя. Это моя коллега и друг. Проходите. Макс, 38 лет. После неудачного брака с женщиной, похожей на Мерлин Монро, много лет купался в женском внимании, но заглянув в паспорт, решил задуматься о семье. Макс, владелец ювелирного бизнеса и тренинговой компании в Израиле, признается, что привык сам принимать решения, и к нему необходимо найти правильный подход. Макс не обратит внимания на женщину, которая поднимает свою самооценку при помощи силикона и не заинтересуется невеждой с дурным вкусом. Женится на интеллигентной девушке со светлыми глазами, длинными волосами и комфортной аурой. Да, здравствуйте, приятно вас видеть у нас на программе. Очень приятно, спасибо. Роза, расслабься. Ты не во вкусе нашего жениха. Во-первых, ищет интеллигентность, со светлыми глазами. И еще что такое, сказал принципиально важное? Это поселить с приятной аурой. С хорошей аурой, да. С приятной аурой. Нет, что-то еще прямо мне... Ну, не важно. А что, у меня аура хорошая. Роза, вы мой кумир, конечно, хорошая. А, вспомнила еще ту, которая не поднимает свою самооценку при помощи силикона. Ох, не видать тебе нашего жениха сегодня, Роза, не видать. Она, знаете, так нервно смотрит на эти коробочки. Если вы их для невест приготовили, уберите сразу. Нет, их приготовят для вас, именно при рекомендации своей. А, ну тогда ладно, потому что у Розы уже прямо, знаете, нервная такая вот. Любит она грешница подарки. И мы, правда, тоже ручку не отводим. Это по рекомендации моей мамы. У меня была идея, она поклонница вашей, в общем-то, как и все мы, безусловно. Потом просто, видать, умная женщина. Ну, конечно. Раз с коробочками сына вдаль ее дорожку проводил. Она же моя мама, но, конечно, она умная. Да, да, да. Он знает, как к женщине подойти. Мам. АПЛОДИСМЕНТЫ Лучшие друзья-девушки это... Лучшие друзья-девушки это... Какая прелесть. Спасибо большое. Ой, как цвет мы угадали. Но самое интересное, что угадали мой стиль. Посмотрите. Ой, подарки всем ювелирные. Какой молодец. Боже. Браво. Макс, браво. Я одного не могу понять. Максим, я месяц назад была в Тель-Авиве. Страна невест просто. Каких хочешь. И хорошая девочка из хорошей семьи. И плохая девочка из хорошей семьи с автоматом. Уже какой только хочешь там найдешь. Почему вдруг к нам? Ну, русские девочки, видимо, мне ближе ментально. Вот именно это основная причина. А что мама говорит? Ну, мама, несмотря на то, что она еврейская классическая мама, у меня с ней договор. Она не вторгается в мою жизнь дальше, чем положено. А я в общем-то... Вы не продаете девочки. Девочки, все услышали? И забудьте. Это вот эту глупость. Чтобы Аидыша мама, конечно, она говорит, ты еще маленький, тебе всего 38 лет. Делай, что хочешь, но женишься ты на той, которую я приведу. Мамочкин сынок. Аккуратнее к синей. Аккуратнее, да. А вот расскажите-ка про барышень, которая на Мерлина Монро была похожа. Ну, это дальняя история, но она была на нее похожа, да. И я предполагаю, что и до сих пор похожа. Похожа или пилила под нее там причесочка? Нет, нет, нет. Она внешне вот, ну, как бы вот родилась вот именно с таким набором, видимо, качества. А пятый размер? Ох, какая, ох, какая, Катя. А почему ты именно этот вопрос задаешь? Ну, Мерлин Монро, чего ты сейчас? А, ну, я понимаю, у кого что, Борис? Ну, конечно. Что о чем? А лысая расческая. А лысая расческая, да. Ну, учитывая, что она была старше меня на 8 лет, и мне было 22, возможно, да, и было 30. Соответственно, она была такая девушка опытная, такая. И, в общем-то, было очень интересно. Это были такие качели, то или скандалы, развод, потом любовь и все. Ну, в 22 года это то, что нужно, да. Потому что сейчас уже как-то было бы странно, если бы были такие же. И расстался, потому что уже, чего ее в брак-то тащить? Да нет, мы поженились. Ты все пережил с ней? Они поженились? Поженились сразу, мгновенно. Через месяц, да. Но дитю не народили себе? Нет. Мамка сказала, повременись. Мама, на самом деле, даже не знала, что я женился, но узнала об этом потом. Я рушу стереотипы еврейских детей сейчас, видимо. Пошли, было такое еврейское свадьбе? Ничего не разбивали вы там? Нет, 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 это не мой формат. На кресле вас не носили по гостям? Не помню что-то такого. Не припоминаю. Не было никакой свадьбы, мы расписались. Она русская, наверное, была? Она была такой коктейль. Нет, она... Коктейль? Это был коктейль. Она была и... Там была и греческая кровь, и прибалтийская, и еврейская, и какая-то еще. Ну, в общем, достаточно такой вот фонтан эмоций. Ну, хорошо. Расстались из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? Из-за отношения? Или серьезная была причина? Ну, я вдруг понял, что это как бы... Ну, очень сложно вспоминать, но я почему-то понял, что я... Я пришел к выводу, что, наверное, все-таки ты не женщина для семьи. Вот, несмотря на то, что я как бы для вот таких вот эмоций, да. И вот как-то так. Да? А вторая, которая Шарон Стоун была... Вылитая. Так как-то звучит круто, да? Мирин Монро, Шарон Стоун. Нет, его надо, конечно, расслабить. Шарон Стоун, Мирин Монро. По актрисам, прошу. То, что вы сказали Шарон Стоун, это было года два назад. Там у самого поведения, как у Шарон Стоуна, из фильма «Основной инстинкт». Ну да, вот это как бы, да, вот она была такая, женщина-кошка. И она пришла ко мне на, как к психоаналитику решать свои какие-то вопросы в кабинет. А бельецо-то не забыла надеть, нет? Что, что? Бельецо. Бельецо надеть не забыла? Это как бы для начала пришла, обозначила список каких-то задач. В общем-то мы с ней начали работать. То есть какая-то моя работа. Вы говорите, ну, прилягте, милая, на кушеточку. Нет, я понял на второй или на третий раз, что это что-то не то, что там все в порядке. То есть там абсолютно, да. Чтобы психоаналитик сказал, что у пациентов все в порядке, ты себе представляешь, что... Соблазняла, честно, Макс. Я психоаналитик для здоровых людей, то есть для здоровых. Я с диагнозами не работаю. Знаешь, что психоаналитик для здоровых людей в Израиле, которая работает на бриллиантовой бирже. Сейчас я выйду и меня сканирую. Да, сканирую. А наша девчонка-то вот, которая придет сегодня, и вдруг вы с ней выйдете, на что ей рассчитывать? На хомус в Израиле или здесь, как раньше? Хомус я не ем в принципе. Почему? Не моя еда, не люблю я этого. При всем уважении, конечно. А что вы заберете с собой или здесь хотите? Заберу с собой, но хомусом, скорее всего, кормить не буду. Есть какая-то еда поинтереснее. А у вас-то заберете еще? От хомуса попа растет. А что у вас там? А, да, тогда пусть ест. А то, знаете, все говорят про ювелирку, а потом... А, и ничего нет. Это роза прощупы, это правда. Это да. Так у вас дом-то какой? Или дом у вас, или что там у вас? Нет, у меня есть квартира, у меня есть квартира, которую я сдаю, а сам живу в том районе, который мне более нравится. А жить-то что, жена где будет? В квартире. В той, которую сдаёте, или в той, которой... Нет, жить она будет, я предполагаю, что со мной, видимо, по всей видимости, там, где живу я. А сдаёте, потому что нужно доход, или удобнее снимать квартиру ближе к работе? Просто какая причина? Именно по этой причине, да. То есть, потому как я оценю время, и я живу сейчас, я могу 15 минут пройти из офиса до дома пешком, элементарно по телевизору. А не жалко, нет, что там будут вам вытаптывать полы? Нет, мне не жалко, сделаю ремонт. Нет. А вот вы снимаете лучше или хуже вашей? Лучше, я думаю. Лучше? Я люблю комфорт, Роза. Вот мне очень важно, чтобы... Я поняла, что вы любите. Поэтому посмотри на него. Ты не так, сороковник, вот так выглядела, посмотри на него. Вот если бы он сказал, что ему 27, я бы сказала, молодец, хорошо выглядит. А вот у меня вопрос с дитями, когда вообще-то вопрос решать? Ну вот, собственно, наверное, да. Ну вы планируете через годик начать планировать или уже... Вообще у меня вот такая есть цель, да? У меня сейчас цель, в общем-то, ну не цель, это неправильно говорит, цель, как бы желание иметь, что у меня было трое детей, ну двое тоже сойдет. Самое мимо заводить детей. Ну это да. Русская еврейка? Для меня, я космополит, не принципиально для меня этот вопрос, вообще не принципиально. Ну русскую, во-первых, не жалко будет. Свою все-таки жалко, правильно? Что значит жалко? Что значит жалко? Бить что-то? Я мирный на самом деле человек. Пусть работает, идет и так далее. Потому что на своей-то вы не поездите. Знаем-знаем. Значит... Я не буду с вами спорить, еще и в эфире, но на самом деле бывают ситуации иногда другие, да? Вот, ну правда не на своей хотите, а мамы что скажет? Ну, мама скажет так, как я скажу. У нее выбора нет. Она что, от вас зависит материально, что ли? Да нет, она меня любит, она же моя мама, ну что же зависит? И поэтому она верит в меня, она считает, что у меня смогли все в порядке. Так что, не будем хозяйственную искать? Хозяйственную? Что значит хозяйственную? Ну как, или наймете приходящей женщине? Ну вообще, я считаю, что черную работу по дому всегда лучше отдавать на аутсорсинг, я считаю. Слушай, все нравится больше и больше. А уж как нашим девочкам, которые приходят из коммуналок, которые слаще морковки в жизни, что не ели, уже здесь нога на ногу говорят, хочу, чтобы была домработница. Ну, я считаю, что... Чтобы муж работал на бирже. Бриллиантовые, бриллиантовые. Деньги, а я ничего делать не буду. Нет, ну как бы ничего делать не буду, тоже не пройдет. Тогда давайте определимся и наметим, что должна. Мне бы хотелось, чтобы у девушки была бы своя какая-то, своя жизнь, не личная, да, а своя какая-то, ну желательно, чтобы оно было. Было. Хотя, вы знаете, есть люди, которые никакого без образования, но они такие вот, как-то вот пожитейски умные. Не знаю, это надо посмотреть. Но желательно, конечно, чтобы было. Я все-таки не видела без образования, житейских умных. Даже я с двумя высшими образованиями. Я не имел в виду вообще без образования, я не имел в виду без какого-то там... Хорошо, хотите, чтобы у нее было свое дело или будет вам помогать? Мне бы хотелось, чтобы у нее были какие-то свои интересы. Потому что иногда интересно послушать, чем человек живет. А карьера? Карьера. Если у нее будет успешная. Ну, пусть будет. Теперь скажите, как будете договариваться? Макс, вот мы уже пошутили, а теперь серьезно. Жить на две страны тяжело. Вы это сами понимаете. Нет, жить нужно только в Телевиле, если есть такая возможность, я считаю. Если есть возможность жить в Телевиле, там нужно и жить. А работать, в принципе, я могу везде, по миру. А если для нее будет принципиально вот работать здесь? То есть ей либо бросать и пробовать что-то себя там в Израиле, потому что не получится на две страны, как у вас. Сегодня многие работают с компьютером, им все равно где. А вот для нее, например, будет это невозможным. Ну, надо будет думать. Вы с ума не сойдете, если она там будет с утра до ночи по магазинам, с подружками? Вы будете вкалывать. Ну, я думаю, что меня это не очень устроит, как жена, которая живет на две страны. Поэтому. Значит, нужна ту, которая, ну, гейка, приспосабливается. Которая согласна на переезд. Да, согласна на переезд. А ты была в Израиле? Нет. Зальщина. Вот вы у меня, знаете, как остаться вызываете? Мультфильм «Зимовочка» там такой, жабенок был, говорит, надоело, все, хочу жениться. Ну, не с точки зрения, что он жабенок был. Ну, да, да, подарки она уже получила, теперь можно оскорблять. А я не оскорбляю, я просто как бы картинку рисую. Вот он такой вот. Жабенок страшный, мерзкий. Это не про него совсем. Это несчастная дюймовочка, которая, а вот крива нога похожа. А тогда для чего? Я говорю, что жабенок от скуки жениться-то решил. И вот у меня такое впечатление, что наш жених от скуки, а жена должна быть такой ценностью. Вы вообще жениться знаете, для чего должны? Роза, Роза, почему вы решили, что мне скучно? Я так чувствую. А жениться мужчина должен тогда, когда для него сама семья ценность, жена как орден. Потому что дети, как некая награда, то, что он может передать, то, что уже есть, что передать. Вот тогда она для вас олимпийская медаль. И ценить будете, брат, предки. А когда вы приходите, говорите, ну скучно, ну вот от веселой жизни уже надоело, дай-ка женюсь. Вот это вот, от этого ничего хорошего не получать. Обожаю Розу Сибитова. Молодец. Она всегда говорит правду. Девочки, слушай меня и вери мне на слово. Лучше еврейских мужчин мужей нет. Но и веревне нет, случаются сложные. И, к сожалению, Макс это вот тот самый сложный мужчина. К сожалению. Я ваш тип, к сожалению, действительно. Потому что, конечно, девушкам хотелось бы нечто попроще. Вы устроены сами по себе очень сложно, и вас нужно взять, можно взять, только очень быстро. Измором. В этом, нет, не измором, а именно очень быстро. Потому что сначала первый шаг в ваших отношениях, это, ну конечно, играет роль свою химия. Вы покупаетесь на сексуальность женщины, на тот тип, который вам приятен. Но потом, на следующем этапе, когда вы от женщины начинаете требовать того, что действительно уже предъявляется к идеальной женщине в вашем представлении, это полностью зачеркивает все первоначальные требования. Это слабый и Венера, и Луна одновременно. Вам нужно сначала одного, потом другого, потом неважное и неценное, ни то, и ни другое в женщине. А вы начинаете искать чего-то больше. Это очень непросто. Для женщины прежде всего. Поэтому, я надеюсь, что наши девушки сегодня будут предельно расторопны и предприимчивы, потому что на вас важно произвести впечатление сразу. Я сегодня сексуальна. Почему вы женились быстро? Да потому что вот... Ну, на самом деле, потому что я хотел, чтобы она уехала со мной в Израиль. Ну, совершенно верно. Она сразу произвела впечатление. Как только отношения затянутся дольше какого-то момента времени, вы такое количество изъянов найдете в женщине, что сами передумаете жениться. Поэтому я считаю, что вы тот редкий случай, кого год не нужно вываживать, выхаживать, выгуливать. А если женщина нравится вам сразу, она должна быть готова быстро меняться под ваше предпочтение, под ваши требования. Но и брать вас тоже в заквести надо быстро. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бухили, давай поженимся. У нас в гостях Макс. Встречайте первую невесту. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Максим. Меня зовут Юля. Очень приятно. Каждый маленький шаг в нашей жизни приводит к чему-то большому. Пусть эта встреча сегодня станет чем-то большим для двоих из нас. Отлично. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия. 31 год. Аналитик в автомобильной компании. Гордится своим образованием. Мечтает построить эко-дом, окончить курсы яхтинга и не смотреть на ценники в магазинах. Признается, что не любит мыть посуду. Все избранники Юлии делали ей приложение руки и сердце, но вскоре забывали об этом. Надеется, что у Макса хорошая память. Здравствуйте, дорогая моя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела вам вручить букеты. Я очень рада вас видеть сегодня. Спасибо. А я как раз. Безумно. Что-то необыкновенное. Что-то необыкновенное. Это для розы. Какие-то совершенно сумасшедшие святые. Потрясающе. Угадала. Спасибо. Аф-проходящие. Ну, это необыкновенной красоты. Спасибо большое. С таким вкусом удивительным. Спасибо. У нас сегодня просто день подарков. Юлечка, огромное вам спасибо. Мы на самом деле... Ну, это посмотри, им понравилось. Недавно в Мюнихе? Да, да. У меня там программа как бы... А там что? Что, работа? Вас пригласили? Нас пригласили. Это обучающая программа международная. То есть международная группа. Собрали со всего мира людей. И как бы... И чем вы занимаетесь? Ну, сейчас я дописываю диплом, но параллельно как бы у нас мы можем работать. Какая будет специальность? Международная экономика. Для Максима принципиально, чтобы вы поехали в Израиль. Поедете? Я поеду. Я там была неоднократно. Как бы в Тель-Авиве. То есть найдете работу. Подождите, мы сейчас будем говорить о любви. О чем бы мы сейчас не говорили, закончится все тем, что вы скажете, нет, в Израиль не поеду. И тогда для чего все это нужно называется? Я бы хотела сказать, что у меня отец живет в Тель-Авиве. А, все, прекрасно. Ну, это тогда все отпадает, все вопросы. Отец живет в Израиле. Да. А, она из-за этого не поедет в Израиль. Из-за отца. Как вам не удалось Си-Жи-Иха довезти до ЗАГСа? Ну, разное случается по пути к ЗАГСу. В этот раз не удалось, да. Но мы долго были вместе. Сколько? Около семи лет. О. Да. Это было... А что вы там делали, семь лет-то? Любили друг друга. Скажите, что мешало? Ну, что мешало? Ну, было сделано предложение, но оно было таким номинальным, как бы хотелось больше уже активности с его стороны там. То есть сделал предложение, но дату не обозначил тогда? Нет, нет. И какой-то просто момент, мне кажется, я так была как на взводе, и я, наверное, вспыхнула немножко, вспылила. Жили вместе? Да. А вспылили как? Какая это была форма? Агрессивная. Ну, как агрессивная? Ну, расскажите. Нет, когда тебя человек говорит, кормит семь лет завтраком и говорит, пойдем в ЗАГС, пойдем в ЗАГС, а в ЗАГС не идете. Не кормили меня завтраками. А что? Меня один раз накормили, сказали, мы туда сходим. Жди. И она ждет. Я ждала, да. Ну, обещанного три года ждут, а вы семь лет ждали. Да. И на седьмом году что вы сказали? Козел. Нет, ну я не сказала, козел. Просто я так и сказала, что почему было сделано предложение, а вот с самого похода в ЗАГС, там, дата, платье. А он что? Он говорит, так я забыла, это семь лет назад я тебе обещал. Надо было напомнить мне раньше, а у меня из головы вылетело это. Что он вам ответил? Ну, он обиделся очень сильно и ушел. Мне кажется, это некрасиво, когда женщина, мужчина тащит в зад. Нет, это, конечно, некрасиво. Я согласна. Нужно тонко к этому подвести. Настроить. Мне кажется, мужчина так должен хотеть жениться. Они вообще боятся, боятся жить. А еще были какие-то после этого серьезные отношения? Да, были еще одни отношения. А там что? Там очень было быстрое такое бурное развитие и форсирование такое абсолютное. С чьей стороны? С его стороны. Он просто сделал предложение жить вместе. Но когда мы уже съехались, то он как-то вот на пятый день извинился и сказал, как-то я вот поторопился со своими решениями. А чем вы его напугали, как вы думаете? Дело в том, что как бы я была очень сильно в работе. У меня были проекты, которые мне надо было закончить. Сроки поджимали. То есть я хотела отложить этот переезд. Он настоял. Давайте так. Перед тем, как переехать к нему с чемоданом, о чем вы договорились? Вот как ваш быт будет обустроен? Кто будет платить за квартиру? Это была его собственная или съемная? Съемная. Съемная. Вы обговаривали, кто будет за нее платить? Да, он сказал, что это все он покрывает. Это была Габринина. А все, что касается на стол? Тоже он. Мы это говорили. А вы что? А я сама на себя. Тогда как вам кажется, что произошло? За эти пять дней. Всего пять дней. Всего пять дней. Что он вас выпроводил в общем? Не, ну он не выпроводил. Он предложил продолжить отношения на расстоянии. Мне кажется, лучше приходить на чью-то территорию, что на свою пускать. Не скажи. Со своей ты всегда выгнать можешь. Макс, сколько хотите детей? Ну, мы говорили двух, трех. Вы? Двух. Ой, а вот вы же его прям сами выбрали на сайте. У нас на сайте. Да, и приехали специально за нее. Да, вы специально приехали. Ну, за что? Не, за красоту, конечно. А вы что можете предложить? Почему вы лучше? Ну, я... Я же говорю. Вы чем подходите? Как вы думаете? А? Вы чем подходите? Как вы думаете? Ну, я интеллигентная, образованная, женственная, аккуратная, хозяйственная. Это правда. И я могу составить хорошую компанию в обществе. Я производитель... Владеете языками, да? Да. Наверное. Поэтому вы самостоятельная. Абсолютно. Вас не нужно будет водить за ручку. Вы живете в Европе. То есть вы можете, как минимум, припарковаться, взять себе на стоянке талончик. Конечно. Не беспомощная, которая не знает, приезжает и не знает, что и как ей выживать. Да? И это не только парковка талончик. Это еще жилье, регистрации, документы. Молодец. Да, Юля, действительно, у нас очень хозяйственная. Любит готовить. Убирает, стирает гладью. У вас такое образование, которое в любой точке мира пригодится. Согласна со мной? Катюш, согласна со мной? Конечно, согласна. Но дело в том, что, наверное, я в такой же ситуации нахожусь, как и наша героиня. Поэтому самостоятельной девушке, ну, очень трудно стать несамостоятельной. А еще иногда бывает. А требуется самостоятельной женщине становиться несамостоятельной? Рядом с мужчиной? Конечно. Зачем? Объясните. Конечно. Зачем? Кто вам внушил в голову, что мужчины хотят сегодня в этом безумном мире, когда ничего не успеваешь, рядом лялек? Кто вам сказал? Ляльку можно купить часа натрия. Которая вам сыграет роль беспомощной и такой. В семье, ребят, одному под 40 лет, другой четвертый десяток. А какой вы беспомощный? Сегодня нужно друг другу помогать, чтобы в браке было легче. О чем вы говорите? О кого вы под 40? В Израиле, наверное, вам известно, живут до 120. Поэтому у меня еще полно времени. Я хотела сказать, что в нашем тяжелом вот таком веке у нас такие мужчины сейчас, что им нужно и то, и все, и третий, и пятый, и десятый. И ты должна быть и такой, и третий, и самостоятельной, и лялькой. Это лагировать, подстраиваться. А что вы хотите? Во все времена так было. Без мужика от никуда. Женщина за мужчиной, а не наоборот. Да. Это сегодня в мире хотят все перевернуть, понимаете? Но правильно так, как вот вы только что описали. Я, например, не вижу никаких препятствий для того, чтобы посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. А за букеты вам огромное спасибо. Максим, по древней еврейской традиции, возможно, ты знаешь. Для того, чтобы пара была счастлива, и для того, чтобы каждый человек был счастлив, скажем так, не будем сейчас. И молодая пара красит или вымазывает дверь мед и проходит через нее, для того, чтобы жизнь была полноценной, счастливой, щедрой для каждого из нас. Сейчас давай пройдем через это место. Прекрасная традиция. Первый раз о ней услышал. Уже ради этого стоило приехать сюда. О, узнала новость своей традиции. Молодец, Юлечка, какая затеянная. Прекрасный сюрприз, большое спасибо. В комнату проходите. Все, ну круто. Ты была прям... Молодец. Хорошо. Мы за тебя поняли. Я красавица. Вот как я люблю таких женщин. Аккуратненькая, все при ней, ничего лишнего. Его длина платьица, цвет платья, волосы, не лишней косметики, не какой-то дурацкой прически. Вела себя очень интересно. Ну просто вот прелестная прелесть. Очень приятная девушка. Ой, не знаю, что этого восхищать. Пусть на меня Юленька не обижается. Как свах тебе говорю, мы хорошая. Простота, конечно, хорошо, но не до такой степени. Ты, наверное, себе свои денежки с тремя высшими образованиями, проектами. Уж, наверное, на книжки тратишь. В принципе, дело хорошее на себя бы надо. Почему? У нее дорогое платье, дорогие колготки, с дорогим шампунем головавым. А все же волосики совсем прямо это. Если мало волосиков надо приделать, это что-нибудь, чтобы прическа была пышная. Мужчины, извините, вот на такой независимый степени. Роза ровная, наоборот. Побойся Бога. Макси... И туфельки, и туфельки, не платьишку ты этому. Как это, тюфельки? Прощай, молодость. Она что, с ума сошла? Очень много огня в гороскопе, и очень сильный Юпитер в первом доме. Это человек, который, в общем, по жизни руководствуется больше своими целями, чем целями близких. Мы не имели возможности долго разбираться в ее отношениях, но я думаю, что она не во всем была уживчива, не всегда прислушивалась к мужчинам, не всегда была достаточно гибкой. Но в конце концов наступает определенный возраст, когда женщина над собой начинает работать. Поэтому я считаю, что у нее этот возраст уже настал. Ее может быть иногда немножко... Немножко-множко. Немножко-множко, да. Это свойство всех очень огненных людей, в ней очень много огня. Эти люди в пространстве создают, ну, несколько душноватое впечатление и утомляют близких. Если она научится давать покой близким, будет легче. Вот отсюда эта история несчастная пятидневная. Естественно, человек очень редко сам понимает, что его бывает много, и он не дает покоя близким. Вот еще расскажу. Если она в себе эту черту обнаружит, если она сможет с этим справиться... Ну, это же вот как звезды легли. Это вот как мои дети. Просто хоть квартиру снимай, понимаешь, где-то. Все, друзья, вроде ничего такого не делают. Мы просто вот здесь. Ларис, вот я тебе скажу честно, как астролог уже с большим опытом и большим стажем, мало что можно изменить. Если человек рождается на 80% и меняется только на 20% в течение жизни, но зато он может найти себе человека, который способен это терпеть, ему приятно, это будет любить. Но не Макс? Нет. Хорошо. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы все ли, давай поженимся, на гостях Макс. Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Макс, привет. Привет. Я верю в чудеса и думаю, что сегодня случится какое-нибудь чудо. Чудеса случаются с теми, кто в них верит. Я очень рада знакомству. Меня зовут Евгения. Очень приятно. Взаимно. Спасибо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгения, 27 лет. Певица-писательница. Принимала участие в фабрике звезд, пела в церковном хоре, работала телеведущей и сменила пять загранпаспортов. Гордится успехами мамы и брата. Мечтает воспитать красивых и здоровых детей. Первый гражданский муж на прощание признался Евгении, что она плохо готовит. А второй упрекнул в том, что она не закрывает тюбик зубной пасты. Надеется, что Макс не разглядит в ней других недостатков. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошенькая, здравствуйте. Здравствуйте. А почему не закрываете тюбик? Ну, не было такой привычки, вот намекнули. Но я думаю, что это была такая от отговорка. А почему плохо готовите уже? Вам 27 лет? Нет, я уже научилась готовить. Молодец. И я, да, исполняю. А что за успехи у мамы и брата, которым вы гордитесь? Я вообще горжусь мамой и братом, потому что мама у меня воспитала двоих детей, практически одна, и стала профессором по географии. А брата я уже перевезла в Москву, и у него сейчас большая фирма, он очень успешен в бизнесе. А откуда переехали? Из Челябинска. Молодец. Молодец, на Урале такие девчонки упорные. А почему пять пустарков сменили? Штампы ставить некуда? Да, потому что очень часто приходилось путешествовать, в том числе и гастроли за границей были. В общем, я наездилась и накаталась. Знаешь, я абсолютно не буду против, если он выберет ее. Ты что? Ну, мы сюда пришли за победой. Жених наш. А поете вы что? А я пою все. Я пела в церковном хоре, получила академическое образование, потом получилось так, что перешла в эстраду, начала зарабатывать деньги, несмотря на то, что у меня там другое высшее образование, все-таки я это мое. Если ваш сюрприз не будет с пением связан, может быть, сейчас напоете что-то для настроения? Будет связан, но я сейчас тут напоюсь настроение, потому что я как раз очень удивилась, что мои первые 50 долларов, которые я заработала в Москве, были в образе Мерлин Монро. Это выглядело так. Ну что вы, ну вы такая хорошенькая, такая прелестная. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you. Ту-ру-пум-пум. Тирли-тирли-тирли-пам. Пум-пум-пи-тум-пум. Браво. Да, да, обаяшка. Ну просто прелестная прелесть. Скажите, пожалуйста, миленькая, что за претензии были у мужчины к вам, у вашего первого гражданского мужа? Он был негражданский, мы с ним потом поженились, у нас был замечательный брак, он познакомился в Челябинске, я сразу видела, знаете, как женщина чувствует, что вот это вот ее мужчина. Это, он был очень интеллигентен, образован, знал несколько языков, и хотя мы познакомились там, получилось так, что и он приехал в Москву тоже, практически в один день не сговариваясь, и получилось так, что сразу я как бы пришла и осталась, потому что... И все мы вместе начинали вот с самого-самого, ни у него знакомых не было, ни у меня, и вместе строили семейную жизнь. Он очень уважал мое творчество, когда начался проект «Фабрика звезд», я его не смотрела, смотрел он, очень восхищался, и он говорит, «Женя, иди», он хотел в принципе продолжения. Вы были претензии, что вы не успеваете или плохо готовитесь? Нет, нет, нет. Когда у вас репетиции и съемки в «Стро до ночи». Нет, они были потом, скажем, тоже это была отмазка, но я это понимаю, нас разлучил, скорее всего, в этом случае разлучил шоу-бизнес, потому что после «Фабрики звезд» нас забрали на год, на гастроли, я понимаю, мужчину, который год без женщин. Никого не будет. Нет, мне кажется, творческие профессии, люди вот этих профессий, они... Мне интересно, она готова к переезду, когда верила? А я вот не поняла, вы так вот работали, работали, вот с квартирой что у вас там какая-то незадача вышла? Квартиру-то вы купили? Нет, первый раз мы копили вместе с мужем на квартиру, но она была куплена вот буквально там за несколько недель до брака, и, соответственно, записана на его имя. А почему соответственно записана на его имя? Да, вот тоже. Вы знаете, тогда об этом не думала, настолько доверяла и любила этого человека, настолько он, мне казался, порядочный. То есть вы работали, ломались в течение года. Ну, в течение всего, что я зарабатывала, да, я все туда вкладывала. Скажите, а суд, а совесть, а может быть сейчас мы повлияем так-то? Знаете, тогда я была, нет, тогда я была, как бы, еще достаточно молодая, резкая, я подумала, что я сейчас... Сказала, да из-за да подавись. Да не то, что подавись, то я сейчас свою энергетику, да, энергию, которая направляется в творчество, в создание нового... А куда ушла ты? Нет, понятно, что вы ничего зарабатывали. Я была к подружке своей. Лучше все на мужчину записать, быть немоверенным. Да, конечно, действительно, все на мужчину записать. Пусть распоряжается, принимает решения. Она записала на мужчину и до свидания. Поэтому надо нам доверять. А кто второй был, Жень? Второй раз я влюбилась совсем недавно. Там был достаточно богатый человек. И меня даже это богатство больше смущало, потому что мне, как казалось, оно его несколько испортило. Молодой? Да, молодой. Нам с ним было безумно интересно, совпадали все. То есть мы там смеялись целыми, во всех отношениях все прям... А еще когда деньги есть, все хорошо, полный холодильник, тут прям обхохочешься. Нет, это было одноколдно, что-то не очень посмеешься. Мои фантазии, да, плюс реализация, нам было, конечно, очень весело и хорошо вместе. А фантазии были дорогие, я имею в виду? Нет, нет, наоборот, он меня пытался вот... И что, не брала? ...весь мой гардероб. Знаете, как-то я даже оставляла это в сейфе, и так же... Ну, я не знаю, не это мне нужно было от человека. Хорошо, и вот он, такой богатый, что же ему зациклился-то на зубной пасте? Это тоже... А может быть, кстати, потому и стал богатый, что вот всю пасту до конца, вот так... Нет, еще, чтобы не сохло, закрывал. А если разбрасывать все такое... Да, миллион тюбиков и телегат. В общем, да. Нет, у нас была просто, как я потом поняла, разные цели в жизни. Я уже хотела семью, потому что я уже все заказала себе и в карьере, и все. Если бы это не прошло, я бы тоже, понимаете, я должна бы реализоваться, да. Я потом начала писать книги, потому что, понимаешь, для семейной жизни там гастролировать. А тема какая, книга? Разная. А жанр какой? Ну, скажем так, юмористические романы. Ага. Ты была когда-то самая молодая. Ну, пошутите. А не вот расскажите. Да легко. Я знаю один очень оптимистичный анекдот, который, как раз, наверное, отражает мое отношение к жизни. Значит, бегемот схватил лягушку нечаянно, такой, пожевал ее, выплюнул на асфальт. Лягушка упала на асфальт. Такая, такая, ой, балди, вся в засосах. Да. Слушный анекдот детский. Молодец. И сколько вы с ним прожили, с богатым? Полгода. Меня очень смущал этот замок, где я жила. Смущаться бы неделю было нет. Это был очень шикарный дом, но он больше был построен как эрмитаж, не знаю, для приема гостей. Там вот все время был путь к народу. Это где было? Это... В Москве? В Москве, да, это Подмосковье. И реально... Роза, как ты со злостью на вас спунила. Не сошлись в том... Думаю, прошла жизнь. Не сошлись в том, что реально мне нужна семья, а ему нужна звезда в доме. И вот в этом как бы мы... А я позвездила бы напоследок. Я влюбилась, я влюбилась. И о карьере думала не все, потому что, если бы я понимала, сейчас меня будет опять носить по городам и странам, Ну, когда приехала ваша мама в этот замок, где, наверное, было... Ей тоже было не очень югно. Он как-то засмущался, ему это не очень понравилось. Он засмущался, сразу пропал. Я ждала объяснение, потому что по смске... Я говорю, мы же не по смске жили, почему-то по смске решила расстаться. Мне было безумно хорошо с тобой, но я решил, что вот мне лучше будет одному. Так, отбиваются пока от вопросов. Достойно. Ну, он приехал, глаза посмотрел. Посмотрел, и когда я сказала, ну, объясни, почему мы же так вот весь... Ты вчера еще называл мою свою любимую принцессу, что ты самая любимая. А он говорит, а и так непонятно. Слушай, столько, говорит, мелочей как-то накопилось. Вот тюбик пасты в ванной не закрываешь. Я говорю, о, все понятно, понятно. Ты говорю, в душу человеку смотри, а не на тюбик пасты. Тюбик пасты можно вот такой купить. Вещи отдавал очень долго, что-то я забрала сама. А потом он тянул, видимо, и, ну, как бы, отношения... Вы не драгоценности с собой забрали? Ну, драгоценности я вывезла в первую очередь, потому что там были... А то же не дурочки, да? Молодцы, да. Ну, еще бы. Жить настолько надо. Хорошо. Смотрите, смогли бы уехать в Израиль? Я понимаю, что если я влюблюсь, я готова на любой подвиг, потому что... Ну, для того мы, наверное, влюбляемся. Ну, вам не надо с восьми до пяти сидеть где-то в офисе, правильно? Да, я выяснила только что у своей подруги, которая тоже артистка, что в Израиле очень много российских мигрантов, и там есть для кого петь романсы, например, и вообще давать концерты. Вам молодец, что она делает упорный романс. Как вы считаете, почему мужчины изменяют? Почему мужчины изменяют? Потому что, я думаю, что мужчине вообще дозволено изменять, потому что мужчины изменяют больше физически. Больше, конечно. А вы ответьте на вопрос, почему вы изменяете? Главное, чтобы я об этом не знала. Нет, почему мужчины изменяют? Вам легче на этот вопрос ответить? Ну, в общем-то, мужчины разные, да? Ну, вы как, да, вот вы ответьте. Ну, почему изменяют мужчины? Мужчина изменяет, если он находится долго в отношениях с женщиной, потому что хочется чего-то на стороне. А, в общем, одна из причин – это отсутствие чего-то нового. То есть, знакомишься с какой-то красивой девушкой, а потом, может быть, трудно восхищаться домашними халатами. Да, меня муж вот недавно увидел в первоапрельской программе в «Белом парике». И столько смс-ок я получила. Ну, конечно. Так что придется покупать парик. Да, в этом случае артистам повезло, потому что он все ее меняется. А нам повезет еще больше, если вы покажете сюрприз. Можно ли? Я бы хотела, наверное, исполнить песню как раз про семейное счастье для Максима и для всех вас. Спасибо за аплодисменты. Вокруг меня весь мир такой огромный и пустой. Застыло время, словно сны. Уйду, но изменюсь, и я вернусь, чтоб стать другой. Прозрачнее вяты, прекраснее звезды родной. Как мало для счастья надо, быть просто с тобою рядом. Все то, что душа скопила, взяла в руку и раздарила. Как мало для счастья надо, быть просто с тобою рядом. Я этого и не знала, как много любви и мало. Женечка, спасибо большое, дорогая. Вы прелесть. Проходите с вашими. Очень много огня гороскопический человек, который любит производить впечатление. Только в ее случае этот огонь не столько в активность, сколько и во внешние эффекты тоже уходит. Она правда умеет произвести первое впечатление на мужчину, она очень похожа на тот тип женщин, на который вы можете купиться, за которым вы можете пойти. Но вам дальше требуется что-то еще. А именно требуется земля. Требуется порядок, упорядоченность существования. Требуется, чтобы женщина каким-то образом планировала свое и ваше с ней совместное существование. Чтобы она задавала вам рамки и границы этого существования. Вот мне кажется, что Евгении этого может не хватить. Она производит впечатление. Не пугая, ну что ты сразу? Нет, нет, нет. И останавливается. Конечно, это особенность возраста прежде всего. Но Максу нужно, чтобы его немножко женщина строила. В Евгении этого нет. Я рад, что ты будешь строить. А, я буду строить. Подстраивать это. Настраивать. Настраивать. Настраивать как струны, как струны. Нужная волна. Будем знакомиться с третьей невестой или? Думаю, конечно, да. Все-таки, да? Все-таки, да. Ну, хорошо. Ну, ладно. Тогда готовьтесь, проходите. Здравствуй, Максим. Здравствуй. Меня зовут Ксения. И я хотела бы сказать, чтобы женщина себя ощущала королевой, с ней должен быть настоящий король. Я надеюсь, что ты такой. Я тоже надеюсь. Спасибо. Спасибо. Ксения. Ксения. 26 лет. Руководитель региональной компании в сфере продаж банковского оборудования. Ассистент почетного консула Словацкой Республики в Ростове-на-Дону. Организовывает благотворительное мероприятие. Мечтает о собственной конюшне. Ксения бросила своего возлюбленного после того, как он начал оказывать знаки внимания ее подруги. Надеется, что Макс будет вести себя пристойно. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Лариса, ну, хотела я, конечно, начать с подарков. Я не просто так, не с пустыми руками ехала. Вот нам сегодня повезло-то, да? Пожалуйста. Я бы один подарков. Спасибо вам большое. Это какой-то чай, наверное. Да, это наш остовский. О, какой запах. Я не знаю. Просто сумасшедший. Такая внимательная. Молодец, Ксюшечка. Вот так получилось, что ваш молодой человек, внимание от вас, такой прекрасной голубоглазки, на вашу подругу вдруг переметнул. Ну, ситуация произошла следующая. Мы с ним, во-первых, познакомились, познакомилась она его со мной. То есть мы начали встречаться с ее подачей, с ее руки. Это была большая компания. Мы друг другу понравились. Но это было очень долго, бурно. Это были бурные эмоции. То мы расходились, то мы сходились в какой-то период. Но чувства были. Были очень глубокие, сильные чувства. Но это просто было под Новый год. Он меня сначала оставил на Новый год с родителями. То есть мы так говорили, что... Со своими? С моими родителями, да. А, с вашими? Он меня должен был забрать. Он не забрал. Он позвонил, сказал, что я не приеду, я не могу, я там серьезно болен. Я, конечно, очень расстроена. Я все слеза пошла к друзьям. Он приехал после этого. К друзьям? Да, он приехал к моим друзьям. Потом я узнала, что он еще в этот вечер приставал к моей подруге. Ксения, дорогая, подруга об этом рассказала? Да, подруга это рассказала. Ну, может быть, она просто злый день. Нет, она не злый день. А вы задавали вопрос ему? Правда ли это? Да, я задавала этот вопрос. Он сказал, может быть, я пьяный, может, я перепутал. Ну, может быть, перепутал, может быть, пьяный. Он не сказал, что он перепутал ее со мной. Слушай, ну, слава богу, мне везет все-таки. Друзья, а не с подругами. Нет, я вот, например, вообще... У меня прям... У меня вычислительная машина вместо глаз. Вообще рядом никто не появится просто. Сразу вот метла рядом со мной. Либо я на ней прилечу, либо ей вымету. А можно задать вопрос? Да, конечно. Ксюша, а вы готовы каждый день быть разной для того, чтобы Макс... А я каждый день разная. А что значит, что разная? Я каждый день разной. Ну, Макс такой человек, что он в силу своей деятельности достаточно быстро прощупывает и видит людей, и, возможно, теряет интерес к женщине. Не подожди, что значит, брюнетка сегодня, завтра и ландинка. Вы знаете, это одно из самых жутких требований. Абсолютно. А то из самых неисполнимых, тяжелых, унизительных требований будет все время разной. Не быть собой. Вы понимаете, когда сегодня работающая женщина, на которой еще и дом, даже если у тебя 4 домработницы, в доме хочется быть самой собой. Она и так каждый день разная. Она и так каждый день что-то отмачивает. Это была такая шкода, на которой, по-моему, я не знаю, глаз да глаз был нужен. Ксюнь, если он каждый день будет дарить вот такое вот, знаешь, и можно и постараться. И встречать его все время по-разному. Сегодня улыбнулась, завтра запустила в него эти коробки. И сегодня в бриллиантах, завтра в жемчуге. Буду разной. Каждый день помню. А я тут недавно дочке предложила, была моя как бы идея, она ее сформировала. Она говорит, мам, хорошие традиции, будем драгоценности собирать, а потом друг-друг передавать. Ну, там, от бабушки и так далее. Ну, отлично. Так что мы за. У нас есть такая в семье традиция. Прекрасно. А у нас традиция есть на программе. Обязательно удивить сюрпризом жениха. Так что протоди. Привет, водовольщик. АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь тебя, ты же, спишь, сказал. И мы все в нем актеры. Ты игрой своих портал, рождал восторг и споры. За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. И даже враг твердил порой, скрывая страх, что ты король, что ты король. ПИВАТ-КОРОЛЬ ПИВАТ-КОРОЛЬ ПОКОЙ А ты не знал Без пушек, без солдат, своей игрой Ты страны покорял Меня же покорил, что верным был Чтобы самим с собой И не было игрой Пустой игрой Моя любовь ПИВАТ-КОРОЛЬ 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 Не плачь, мой мир Не горюй ПИВАТ-КОРОЛЬ 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 Спасибо, Ксения, спасибо, дорогая Проходите в комнату ПИВАТ-КОРОЛЬ ПИВАТ-КОРОЛЬ Ксенечка, браво, ты просто супер Молодец, ты держалась очень хорошо Если у нас стоит задача Женить практически полостяка Надо подключать тяжелую артиллерию А что? А тяжелая артиллерия, конечно, мама А что мама может обрадовать? Только своя девочка Своя хорошая девочка А это вообще бонусы, как говорится Поэтому главной маме понравится, значит женится Василиса, ты улыбаешься, хотела бы, чтобы это было хорошим знаком Очень понравилось мне Я хочу сказать, что как астролог с удовольствием констатирую В ближайшие несколько лет у нее есть все шансы выйти замуж Более того, в ближайшие пару лет она может выбирать мужчин На нее точно будет обращать внимание не только Макс Но какие-то мужчины и еще Вопрос, будет ли она отвечать вниманием Это вопрос серьезности ваших намерений Но у нее действительно много возможностей И в ближайшие годы они не закроются Мне приятно констатировать, что вот женщина может выбирать Уравновешенная, спокойная, умеющая за себя вместе с тем постоять Достаточно легкая в общении В ней может не быть такого внешнего эффекта, как в нашей второй героине То, что на вас обычно производит первое впечатление Но в долгую, на большой дистанции, мне кажется, что она подошла бы вам хорошо Очень скоро мы узнаем, какой выбор сделает наш жених Не пропустите Катерина Катерина, давайте советовать своему другу Ну, вы знаете, лично я, если бы была на месте Макса Я больше всего обратила внимание, конечно, на Ксению Евгения, вторая героиня Она, конечно, в его вкусе И абсолютно на него производит впечатление яркие девушки Но Ксения может быть для него более ровной в плане нахождения рядом ежедневно И при этом у нее есть собственный характер И она естественная И она может действительно постоять за себя и дать отпор Что, в принципе, рядом с ним необходимо Это произвало очень хорошее впечатление, Ксюша Молодец Мне достаточно тяжело принять это решение Учитывая, что все девушки замечательные Но, скорее всего, не сегодня Не сегодня? Не сегодня Я уже говорил, но жабенка похож на того Знаете, еще пару лет, и вы вообще никому будете не нужны Понимаете? Правда Вы вообще не нужны Правда Знаешь, кому он будет нужен? Вот такой, как мне Только мне и дитя не надо рожать, как говорится А больше ты для меня, как игрулька будешь Понимаешь? Потому что тоже надо на свои годочки смотреть Ну, вы смотрите И свой пенопод надо хранить Я личное внимание Правильно, Роза Отчитай его Нельзя так поступать Зачем он приезжал? Не-не-не Не верите, вы старому астрологу это называется Я с самого начала сказала, что вы относитесь к типажу мужчин достаточно редко Мы, кстати, только 3% мужчин так устроены, как вы в своих предпочтениях Вы сами противоречивы Это не от тех 3%? Нет Не от тех Нет Это противоречивые требования к женщине Когда нравится одно, потом оно же не нравится И нравится принципиально другое Тут очень важно договориться самому с собой Поэтому я думаю, что вам понравились какие-то моменты в характере каждой из девушек Конечно, да Отдельные личности Но, к сожалению, человек не пазл Его не составишь из отдельных деталей Я понимаю В любом случае придется делать какой-то выбор Мне даже не хочется их подвергать Мне кажется, он испугался Мне кажется, он растерялся и немного испугался Потому что начали на него давить в мою сторону А ему хотелось другого Он хотелось самому принять решение Вы когда-то должны будете сделать этот решающий шаг над собой Ну конечно, да Вы поймите Я работаю над собой, я решил начать с вашей программы Ну правда, мне тоже жаль, Лариса Ну не смотрите на меня так Макс, смотрите, перед вами 4 комнаты, 4 двери Есть несколько шагов, которые отделяют вас от, может быть, очень важного решения Вы можете зайти к одной из невест Вы можете пойти в комнату, где вас никто не ждет У вас есть несколько секунд для того, чтобы передумать Проходите В любом случае мы вас поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером по телефону 4151 Сергей, 48 лет, номер 3422 Сантехник в больнице Увлекается историей Изучает иностранные языки Познакомится с привлекательной дамой С пышными формами И добрым сердцем Анна, 30 лет, номер 3423 Частный предприниматель в сфере рукоделия Подрабатывает хореографом В свободное время любит встречаться с друзьями Познакомится с темпераментным мужчиной Готовым на безумные поступки ради любви Мы не знаем, выйдет Макс один или с избранницей Я приглашаю всех Выходите, давайте его поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас нет пары Если вы одиноки, заполняйте анкеты на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4151 А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ Неужели вам правда 102 года? Вы нас обманываете Он заставит меня петь, но я петь не люблю Как умею, так и спрашиваю Не надо меня учить Это садись на моё место Пилить, значит, пилить Стругать, значит, стругать Я наравне с мужчиной Ну, тогда тебе ещё одного Буратино Строгай, Раечка У меня приводная петля Демпинг-синдром Там болячек много Так вы потянете? Может быть, потяну О-о-о-о Раечка какой Смотри, 102 ещё говорит Поцелуй Редактор субтитров А.Семкин